Пишет нам архитектор Евгений Швецов, присылает работу и сегодня мы будем смотреть и давать рекомендации по упаковке. В целом, визуально сразу же вижу, что выглядит хорошо, но давайте почитаем сопроводительное письмо и дадим дополнительно потом комментарии. Итак, Евгений пишет. Здравствуйте, Станислав, просьба провести разбор презентации. Презентация разработана для застройщиков в бизнес-сегменте. Кстати, хорошо, что указано, для кого это сделано. Может ли данная презентация быть уникальной как для застройщика, так и для покупателя, заказчика-дизайнера? Ну, сразу же могу сказать, что не рекомендую так делать. Почему? Потому что если мы говорим о первичной встрече, а если мы говорим о маркетинге высокого уровня, то очень важно, чтобы клиент не додумывал, что вы предлагаете ему и не анализировал ваши картинки, а видел для себя, что он сможет получить из того, что вы даете. Исходя из этого, очень здорово использовать одни и те же картинки. Да, это безусловно можно, но смысл нужно доносить разные. Поэтому, если вы будете доносить одни и те же смыслы для двух категорий, то они и не для первой, и не для второй не подойдут. И наоборот, если вы будете и первый, и второй рассказывать, то человек не поймет, вы все-таки для частных клиентов показываете и заказываете, делаете проекты, либо все-таки для застройщиков. Почему? Простой пример. Для частного нужно, допустим, оперативно, чтобы было сделано и вписаться в срок какие-то деньги, и качественно было и с личным подходом. Для застройщика важно, чтобы это как можно было быстрее реализовано и ему продать квартиры. У него такая задача. Эта задача могут быть разной, потому что квартиру продать за максимальную стоимость – это одна задача, и сделать для себя, для жизни, для семьи – это другая задача. Поэтому, если вы напишите «Вы и то, и то делаете», то тем самым вы размываете свое уникальное предложение и как бы все для всех становитесь, тогда непонятно, за что вас выбирать. Это отвечает сразу же на вопрос. Ну а теперь поехали, смотрим презентацию. Здорово, пока как получается. Итак, первое, что я вижу. Название компании – студия интерьерного дизайна. И здесь хочется сразу же, я так понимаю, это обложка, но хочется посмотреть, что вы делаете. Какое ваше предложение? То есть спроектируем дизайн интерьера для застройщиков, спроектируем дизайн интерьера для частного клиента. То есть что-то хочется, чтобы сразу же было написано, вместо этого здесь большой логотип и подпись. Хорошо, но лучше подпись, что это студия интерьерная дизайна, и что вы сделаете, какой-то оффер, какое-то предложение. Это желательно прямо сразу же написать на обложке, это очень важный такой момент. Окей, идем дальше. Дальше. Прихожая. Почему у нас прихожая сразу идет, и зачем у нас кейс идет? Я вижу, что идет кейс. Я еще даже не понимаю, хочу ли у вас заказывать, не хочу, но, наверное, здесь я должен догадываться об этом, попытаюсь догадаться сейчас. Прихожая. Она рада вашему возвращению. Всегда в дождливый вечер после долгого перелета она встретила вас с теплым приглашенным светом, предложит принесесть обувь и верхнюю одежду. Но мы же не поэт и песенники, и на самом деле не сильно-то художники. Мы решаем задачу. Помним о задаче всегда клиента. Если застройщик, то продать. Если частный клиент, то как мне это все сделать дешево и чтобы выглядело на миллион долларов, а стоило гораздо меньше. Вот какие задачи. А вот это какой-то сценарий, ну или там графомания получается. Лучше это убрать вообще, удалить. Это не нужно ни в коем случае. Поэтому смело это можно убирать и не использовать. И смысл надо носить вот те, которые я сейчас показал. Иначе просто получается, что расфокусировка. Вместо того, чтобы написать, что как это сделано дешево, либо как это проектируется, а круто, чтобы была быстрая продажа, здесь пишутся общие моменты. Ей не важен подсохнешний макияж. Ну нет, все это удалить надо. При этом картинка-то сама неплохая. То есть делать такую прихожую, она выглядит дорого, классно, в лучших традициях современного итальянского дизайна, но при этом она стоит недорого и делается из мебели из Икеи, например. Или из ближайшего магазина, там общая цена, можно общий прайс, например, поставить. Это будет гораздо более ценной информацией, нежели вот этот вот текст. Тем более, ну как бы сильно вычитать не буду. Тоже очень интересный эффект. Зачем он нужен этот эффект, сразу же хочется показать. То есть как вы до него дошли, зачем он нужен. Любовь с первого шага. Если ваши дети любят бегать по лужам, а пес воображает себя ищейкой трюфилей в листве, очень сложная какая-то тема. В своих проектах мы принимаем немецкие влагостойкие краски и снижание. Ну что тут можно сделать? Можно просто выноску такую сделать. Значит, покрашена немецкой влагостойкой краской, чтобы не... С песом и с детьми все хорошо, да, но более конкретно нужно. То есть чтобы разгадать эту тему, что вы хотите показать как пример. Да, я согласен, сценарий из жизни очень хороший. Что пес придет и дети там покрасят. Вы потом можете эти загрязнения легко удалить. Это очень хорошо. Но чтобы это понять, нужно прочитать вот это вот все. Гораздо лаконичнее и стрелочками просто показать. Очень-очень коротко это все надо показывать. Смыслы. То есть вы наносите только смыслы. Желательно, вот представьте, что у вас есть всего одна строчка, одно предложение. И больше нельзя. Вот про краску должны сказать примерно так, что если ребенок поцарапает краску, либо напишет фломастером, то она отмывается губкой. Если придет пес и запачкает мрамор, он отмывается шваброй. Очень просто, да? Ржавчина, без вреда. Вот это все хорошо. А введение я бы просто, ну, наверное, бы убрал. Ну, на мой вкус я бы вот так вот воспринимал. Опять же, все, что я сейчас говорю, это мой вкус, как я сейчас говорю. Вы можете это применять, можете нет. Может быть, я ошибаюсь. Тут уже ваше решение принципиальное. Как бы принять или отвергнуть. Вот, опять же, это будет ваша забота и ваша задача. Чтобы не мешать друг другу в прихожей, когда все семьи возвращаются, с прогулки на одного человека нужна площадь. То есть идет какая-то теория. В принципе, неплохо, да, что вы показываете теорию. Ну, нормально, да. Если прихожая недостаточно просторная, мы делаем перепланировку. Опять же, в чем моя основная претензия здесь? Ну, претензия как потребителя. Вы мне рассказываете кейс и свое умение показываете. То есть как будто вот девушка нам накрашивает там макияж, например, да, вот посмотрите, какая я красивая. Вам надо показать фактически, что умеет. Ну, то есть если с темой девушки, если вы берете ее на работу, да, то покажи, как ты умеешь работать, например, не знаю. Может быть, она больше будет варить, да, допустим. Либо молодой человек расхваливает, как он классно гвозди забивает. Ну, ты уже возьми гвоздь и забей. Вот, поэтому здесь хочется конкретики, да. То есть и что, что вы это сделали. Это хорошо, это очень классно. Но какие функции вы несете для меня? Я могу у вас это заказать? Если да, то надо написать. У нас вы можете заказать дизайн-проект. Это стоит столько-то, делается столько-то времени. Да, у нас можно заказать современный стиль. Да, у нас можно анализ заказать. Еще что-то. То есть конкретно. Как вы это делаете, это уже второй вопрос. Это уже презентация, как вы это делаете. Я должен убедиться, что ваш дизайн рабочий. Если вы продвигаете тему для застройщиков, то надо сказать, наш дизайн продает. Вот кейс. Сделали такую прихожую, клиенты пришли и купили. Если такой кейс есть. Если нет, то просто потенциал этого описать. Это как бы тоже нормально может быть. Идем дальше. Поэтому первое, что мне не хватает, мне не хватает конкретики. Типа, а зачем я это все смотрю? Ну, как бы нормально, человек делает хорошо, старается, прикольно, молодец. К нанесению дегративной штукатурки. Причем штукатурка? Вот, значит, мы идем о чем? Об услугах или о штукатурке? То есть, очень-очень, как будто я уже вас знаю и как будто я сейчас смотрю, как вы работаете с точки зрения, уже я хочу вас купить. Насколько я понял, пока непонятно, хочу или не хочу. Я хочу познакомиться и понять вообще, насколько с вами адекватно работать и стоит ли. То есть, сначала карточка компании, а потом уже как вы это делаете, это уже детализация. В принципе, вот это все вы можете показать даже уже на встрече. Не обязательно это показывать где-то в презентации. Вот здесь вот меня, допустим, смущает, как вы делаете там классические и современности соединяются. Вот объяснить, например, это тоже, как бы здесь, наверное, объясняется, а может быть нет. Выезжаем на объект, а вот уже выезжаем на объект, это хорошо. Применяем к стенам 5-7 оттенков выкрасов в разное время суток и при разной погоде. Это уже процесс, да. Это ответ на вопрос, а будет ли у вас так все замечательно, как мы хотим. То есть, не будет ли все не так. Нет, не будет, и вы отвечаете на этот вопрос. В целом, презентации, как они строятся, презентации все. Они не строятся на показе, что мы умеем делать и какую мысль мы сюда заносим. А презентации любые строятся на предмет того, что у вас можно купить. К примеру, вот давайте я скажу, я сейчас показываю, как правильно, или с моей точки зрения, как правильно делать упаковку. И у меня можно заказать анализ упаковки. Это стоит там услуга, столько-то денег. Можно посмотреть по ссылке в комментарии. Если вы хотите, чтобы я проанализировал именно вашу работу, либо ваш интерьер, либо вашу планировку, вы можете его заказать у меня. Также у меня можно заказать дизайн проект. Я его сделаю, то есть, если я комментирую, то, скорее всего, я понимаю, как это делать, и в портфолио посмотри там-то. Я сейчас на этом уровне не буду никогда рассказывать, как я проектирую свет. Почему? Потому что это уже более детализированная, специализированная информация. У меня нет задачи рассказать, как правильно проектировать сейчас интерьер. У меня задача показать свою экспертность и предложить воспользоваться каким-то моим предложением. Так же и здесь. То есть, вот этот проект мы делали как фонд, как портфолио, но основные смыслы не как вы это делаете должны быть, а ответы на возражения клиентов. Какие возражения у клиентов? Давайте подумаем. Возражение, допустим, частных клиентов, что меня обман у строителей. Дизайнер нарисует, а мне я не смогу потом купить такую мебель. То есть, у вас здесь должно быть написано, что эту мебель можно купить. Или это картинки, а построить нельзя. Это можно построить. И доказательства. Прораб посчитает смету, она не получится. Да, мы с прорабом поговорим и сделаем с ним. Вот это надо показывать. Это с точки зрения, допустим, частного клиента, возможно, его возражения и проблемы. С точки зрения, допустим, застройщика, что может быть? Дизайнер что-то придумывает, это будет стоить много денег, и потом это никто не купит. А вы говорите наоборот. Мы сделали эту квартиру, и конкретно эту квартиру купили за 2 недели. Вот кейс, вот доказательства, вот отзыв риэлтора. Вот что надо делать. Потому что, если мы говорим о продажах, мы должны как бы не дизайн продавать больше, а пользу. То есть, у вас дизайн прикольный, интересный, классный. То есть, эти картинки сами за себя расскажут. Их не надо отдельно описывать. На этом этапе, да? То есть, если вас не спросят, а как вы это делаете? Если вы пойдете на презентацию, либо на дизайн конференцию, либо где-то вы будете дизайнерам рассказывать, как вы это делаете. Да, вы можете рассказать какие-то детали, естественно. Можете рассказать, кстати, у себя на сайте, может на ютуб канале. Но в презентации, когда вас выбирают вообще в целом принципиально работать или нет, ну, я думаю, что это пока преждевременно. То есть, нужно изначально заинтересовать какой-то пользой. Так, ну, опять же, гостиная идет. Почему гостиная, зачем? Ну, либо, если вы все-таки показываете кейс, да, если мы говорим о том, что кейс мы будем показывать и это есть, то вы говорите, позвольте показать, что мы делаем. Позвольте показать нас в деле. Тогда сначала, в начале нужно указать, что сейчас будет кейс. Если вы хотите до услуг, то в конце по содержанию, то есть, показать еще содержание. В конце по содержанию, что у нас можно купить. Это тоже можно, но надо дать понять об этом человеку в навигации. Вот здесь, в самом начале. Потому что я сейчас вот читаю, ну, вернее, не то, что читаю, а начинаю рассматривать. Я не понимаю процессы, по которым вы меня ведете То есть как будто я что-то смотрю, но цели у меня нет Цель мне нужно задать, что сейчас ты посмотришь кейс Первое Второе, потом ты посмотришь, как мы что-то делаем Потом ты посмотришь наши услуги И четвертое, ты сможешь у меня купить Вот тогда хотя бы так надо написать Тогда будет понятно Я сейчас эту презентацию вижу первый раз Поэтому я не сориентировался Возможно, это есть дальше Гостиная, отлично, все классно Кстати, я вижу, что вы в разных стилях работаете В современном и классика, полуклассика А также есть у вас тема с разными цветовыми сочетаниями Это тоже можно указать Это тоже интересно, в принципе, может быть клиенту Особенно застройщикам Что вы делаете одну и ту же квартиру в разных стилевых направлениях То есть оно одинаково, но выбора для потенциальных клиентов больше И вы можете застройщикам предложить разные варианты планировки И разные решения по цвету, материалам То есть для застройщика это будет стоить недорого А для потенциального покупателя это расширит выбор И выделит вашу компанию, компанию застройщика По сравнению с конкурентами И вот тогда было стало Вот можно сказать, вот спальня номер один И спальня точно такая же Это типа для, в каком стиле? В стиле минимализма Либо скандинавского стиля, да А это в стиле там какой-нибудь футуризм и брутализм Для индивидуальных каких-нибудь творческих личностей Вот это вот можно написать Для чего вы сделали два таких стиля? Это прикольно Это интересно Так, дальше Оп, посветлее Дальше, вот еще один вид спальни Да, что здесь? Подписи Обязательно каждой картинке нужна подпись Потому что, когда вы показываете картинку В этот момент вы привлекаете внимание Вот что надо понять Ваше изображение, ваша картинка привлекает внимание И вы должны этим пользоваться Под картинкой обязательно напишите Что вы имеете в виду Потому что эту информацию прочитают Так же, как прочитают заголовок Всегда прочитают этот заголовок Ванная комната красиво и безопасно А я как будто этого не знал Что имеется в виду? Здесь вот классно сделано Вот, ну все интересно Вот, но здесь можно другой смысл донести Несмотря на то, что кажется очень сложной Какие-то формы На самом деле это просто сделать Это воплотить очень просто Если вы там с правильным дизайнером Вот как мы это делаем И может быть даже чертежик какой-то приложить Типа все безопасно С нами безопасно С точки зрения клиента Который будет покупать у вас услугу А с точки зрения застройщика Мы умеем это делать Без привлечения высококвалифицированных И дорогостоящих строителей То есть ваши строители справятся с этим Вот, можно вот такой смысл донести Я сейчас даже не читаю Потому что здесь идет Почему я не читаю? Потому что это банальные истины Которые так все знают Хороший пол, не скользкий пол Ну как бы окей, спасибо И так далее, да? Дизайн это забота А я не знал Это лишняя инфа То есть картинки замечательные Все супер Подпись у них очень классно То есть сами работы прикольные, интересные Они в тренде, да? Они вот как бы все как надо И вот, отлично У вас очень разнообразные стили Очень супер То есть я бы хотел как застройщик понять Что вот у меня стиль номер один Стиль номер два Как клиент наоборот Я бы не хотел несколько стилей Я бы хотел один какой-то стиль Но развернутый полностью Почему? Ну потому что как клиент Я хочу только для себя квартиру И в этом случае тогда выгодно Одну и ту же квартиру сделать кейсом И разместить ее в один альбом Но если вы на массовый Какой-то рынок нацеленный Хотите всем показать То тогда да Но тогда смысла под этим же картинкам Просто текст переписать Вот, тоже очень классно Я может быть даже бы с этого начал Очень прикольно То есть вот эскиза Творческая личность рисует Мне очень нравится Как вот подобрано Очень классно Да, да Только я бы, ну наверное Имеет смысл еще написать Что это в таком А вот здесь написано Как-то не совсем очевидно Что это ваша работа И ваши картинки Я бы вот это вот бы замазал Вот эти вот непонятные Нечитаемые изображения И сделал бы просто подписи Под них Ну типа что это такое Либо одну подпись Что мы это проектируем Это наша работа Чтобы не было ощущения Даже призрачного Чтобы с интернета накачано Коллажи два-три дня О, клево А вот кстати пошли услуги Да, то что я просил изначально Пошли услуги Хорошо, супер, классно Да, описание Планировка Отлично Вот сейчас мне очень нравится То, что идет Я просто начало не понял Очень хорошо Вот это вот немножко Плохого качества Я бы его удалил Вот это качество суперское Ну такое классное, да Видно А вот это какое-то такое Очень странноватое Да, лучше от него избавиться От этой картинки Просто визуально, да Отталкивать немножко Так Что еще Планировки Ну тут много всего Типа зачем это Это рабочий проект В состав Ну да, нормально Это хорошо Хорошо Смета какие-то, да На монтажные работы Авторский надзор Да, тут вы говорите То, что сделали И квартира О, и о руководителя Классно Я бы у руководителя В начале запихал Не стесняйтесь себя Не стесняйтесь Что вы руководитель Что у вас очень классная работа Все очень у вас здорово Классно И вообще мне методичка На самом деле понравилась Она хорошо сделана Упакована Ее можно улучшить Да, то что я сейчас говорил Это не то, что плохо Да, это просто вопрос Который у меня вызывали Я ее не смотрел до конца Я досмотрел до конца сейчас Могу сказать, что это положительное впечатление Ее перекомпоновать Первое, да То есть у себя Вот желательно Вверх Сделать фотку Ну фотка в принципе нормальная Но она все равно на айфон Сделана какая-то такая любительская Надо взять фотографа С размытием Качественно Классно С хорошим фотоаппаратом С хорошей техникой Чтобы было вот Ну красиво Чтобы было То есть Фотка она все равно такая Она выдает любительская Это вот Есть такая тема Сделать нормальную фотку Значит Здесь все хорошо Вначале о себе То есть кто такой О себе Всегда люди хотят Не просто с компанией работать Да, какой-то А видеть человека Тем более Если компания Вашим именем Названа То есть вплоть до того Что вот даже сюда Можно ее вставить Типа вот я такой Фоточку Не стесняйтесь Этого Это очень важная вещь Так Ну и все А теперь предложение Какое-то есть О руководителе образования Публикация Так, окей Но это вот лучше Кстати тоже показать Тогда Ну в принципе Показать доказательства Вот где эти премии Ну дополнительно Можно дать Как раз в конце Квартира 100 метров С вами на стиле Разрабатывать Солго-то в месяц Квартира до 300 Нет предложения То есть должно быть Если это люди увидят Первый и последний раз То должно быть Какое-то предложение Типа стой Не уходи Закажи Либо консультацию Либо разработка планировки В подарок То есть надо что-то Что привлекает людей Потому что Если мы говорим о продажах Первая часть В продажах У нас будет всегда Привлечение внимания И дальше Из людей Которые привлеклись Внимание на наше предложение Мы уже будем выбирать С кем мы будем работать То есть если эту стадию Пропускать И типа Ну вот я такой красивый Сейчас это выглядит Как девушка Мы вспоминаем Вот девушка такая красивая И выбери меня Потому что я молодец Я вот свои фоточки показала Как в инстаграме Да или где-то И вот приходи ко мне Обращайся Мы не можем себе позволить Такую роскошь Потому что тогда Мы очень сильно ограничены В выборе наших клиентов Наша задача Заинтересовать Подсказать клиенту Как первый шаг Мы должны выступать Не в роли красивой девушки А в роли Мужчины Который действует Сам И здесь Я не говорю сейчас Как бы о гендерных ролях Это как бы Ну именно Роли такой Инь-янь То есть здесь мы должны Клиент это Девушка Не в зависимости от пола То есть его надо соблазнять А здесь у нас идет Такая тема Что Неважно вы мужчина или женщина Мы должны проявлять Активную позицию Активную Хотя Как дизайнеру Это не свойственно Так как творческую человеку Это не свойственно Я это прекрасно понимаю Если мы проявляем Активную позицию То что мы делаем В этом формате Мы должны сказать конкретно Да Если ты дочитал Если тебе интересно Если тебе стиль нравится Не тормози Закажи презентацию Заранее Если у тебя еще ключи не выдали Закажи заранее Мы поможем тебе Выбрать дом Выбрать квартиру Мы поможем выбрать участок Поможем принять у застройщика Значит Поможем Посчитать смету предварительную Приезжай к нам в офис Мы тебе покажем Уже сметы готовых решений Мы скажем Сколько это будет стоить В общем вам нужно Какое-то супер предложение Одно сделать Чтобы человек приехал И разместить это здесь Это обязательно надо сделать Потому что иначе Если вы будете Эту методичку Предлагать Раздавать И так далее То есть человек Такого посмотрит Говорит Очень важная часть В целом Эффект положительный Мне все нравится Евгений молодец Всем держать пример Если делаете методички Присылайте на разбор Постараюсь Как-то порекомендовать Общие идеи Можно взять отсюда Все Евгений привет И творческих успехов